Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Высокая температура тела. Кто не испытывал это состояние, и любой человек хочет, что избавится от этого состояния. Ну, вообще-то это защитная реакция организма. Скажем, есть спасибо высокой температуре, почему? Потому что она не только защищает организм, а показывает, что человек уже что? Заболел. Нужно делать какие-то выводы. Нужно пересмотреть. Нужно сразу саккумулировать весь организм в целом. Нужно увидеть откуда, что зашла эта температура. Это может быть лихорадка, перегревание, жар. У человека при температуре начинает подниматься при высокой и не спадает. Это грипп. Это крупозная пневмония и не только. Что нужно знать человеку? Сбивая, не сбивая температуру. Важно, чтобы организм сам справлялся. Часто нам так говорили в детстве. Но когда уже организм не справляется, вот тогда уже что? Начинают звать на помощь, скорую помощь. Начинают сразу советы спрашивать, что же делать. Чем может помочь восточная медицина? Если это жар, грипп, либо грипп, идет повышенную температуру, то нужно организму что? Высвободить, либо освободить от этой энергии, либо помочь этой энергией, чтобы она выходила с организма человека. Здесь мы сразу как взрослого, так и ребенка. Что для этого необходимо? Просто-напросто воздействовать на акупунктурной точке. Как? Методом расслабления. Почему? Потому что этот жар, этот грипп, либо это инфекционное заболевание, которое провоцирует на воспаление, либо лихорадка, наш весь организм, что он заблокирован этой энергией. Организм ваш, то есть эта энергия вошла в организм, она заблокировала, и что? Начинает потихонечку не уничтожать, а хозяйничать в организме человека. Находит слабые места и бьет именно туда. Нам нужно что? Прежде всего восстановить круговорот в природе, в дыхании. Мы частенько говорим, когда человек заболевает, первое, что ему нужно, восстановить дыхание. И легкие стоят на первом месте при высокой температуре тела. Хотя многие звонят и задают вопрос, отдайте точки от того, отдайте, да дам я вам точки. Ну, дальше что? Но это не значит, что вы восстановите дыхание. Это не значит, что вы правильно начнете, извините меня за выражение, я скажу так, высвободите слизь, носоглотку свою, и начнете правильно вдох через нос, при этом расширяя диафрагму. И выдох через рот. И нормализуете это дыхание. А дыхание, что принесет новую ки, а новая ки, что будет выгонять эту болезненную? Она будет выгонять. Никуда не денется. Но тут тоже борьба, лихорадка может увеличиться, человек скажет, ну что ж, мы сказали одно, а тут кто кого? Тут ваша вера, воля, намерение, сила должна быть. Справитесь вы с этим или не справитесь? Тоже человек скажет, ну вот мы думали, конечно, все хотят таблеточку съесть, мы думали, сразу пройдет, а тут надо еще и бороться. Потому многие не хотят заниматься ни акупунктурой, ни чем, а ждут новые технологии. Хотя коронавирус показал, что нет новых технологий съесть таблетку, и чтобы ничего не болело. Потому, помните, очень много нюансов нужно сделать при высокой температуре. Прежде всего, первое, восстановить дыхание и поддерживать его, чем дольше, тем лучше. Как ни странно, побольше вдыхать свежего воздуха, хотя многие говорят, постельный режим, пожалуйста, лежите, постельный режим, я ничего против не имею. Но форточку можно открыть и в постельном режиме, и учиться правильно дышать, либо требовать у человека правильного дыхания. Ну и, конечно же, что расслабить точки акупунктуры, чтобы высвободить эту энергию. Точка В13 фрешу всегда используется как точка, которая может понизить нам высокую температуру тела. Но это не значит, что мы справились со всеми, скажем так, нюансами. Нам, прежде всего, нужно еще аккумулировать весь организм в целом. Мы добавляем к этой точке традиционную точку Е36 джай и джай 4 хагу. Е36 джусалли, я извиняюсь, и точку джай 4 хагу. Данные точки массажируются методом расслабления. Хорошо, если человек после метода расслабления массажа на данную группу точек, что правильно, возникнет желание поспать. Он уже проснется наполовину здоровым. Спасибо за внимание.